Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Создавался доволен Тарасенко ремонтом цирка в Приморской столице, а также попросил строителей закончить возведение онкодиспансера к февралю. Авария на Чечерино-Советской. В результате столкновения трех автомобилей пострадала 17-летняя девушка. Виновник ДТП рулевой Toyota Land Cruiser. Мужчина двигался по второстепенной дороге, где не предоставил преимущество автомобилю Nissan Gloria. От удара легковушка отлетела в сторону и угодила в Toyota Raum, которая двигалась по Советской. В результате ДТП пострадали водитель Nissan и 17-летняя пассажирка. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение, девушка с сильными ушибами находится под наблюдением врачей в больнице. Порядок в Дендрарии навели волонтеры. На станцию Горнодоежная приехали добровольцы из Сурийска, Владивостока и других городов и районов Приморья. Фронт работ определили сотрудники территории. Но не просто ради чистоты. Работали люди, волонтеры подготавливали место для посадки молодых краснокнижных растений. Подробности далее. По тропинкам Дендрария в Горнодоежном шагает группа людей. Прибыли сюда, чтобы не просто природой насладиться, но и помочь ей развиваться. Это волонтеры из разных районов Приморья. Мужчины, женщины и дети приехали очищать лес. Задача собрать ветви и бревна от старых спиленных деревьев. Есть потребность в добрых делах, вот и реализую ее как могу. В этом году радует. Людей собралось уже намного больше, чем обычно. Ну, не то, что обычно, а по сравнению с первым годом, когда мы только начинали, то количество людей увеличилось, ну, разом, наверное, уже в три. Собирают ветви в куче не просто для чистоты. На этом участке вместо старых деревьев скоро появятся новые. Весной эти же волонтеры высадят здесь саженцы краснокнижного растения. Колопанакс семилопасной или, проще, диморфант. Семена этого редкого растения собирали из заповедных лесов и вырастили в питомнике. Саженцы диморфанта трех-пяти лет посадят на подготовленной территории. Мы сейчас проводим очень важную работу, поскольку ареал очень ограничен этого вида. И вот в наших лесах его вообще здесь немного. И здесь вот будет заложена большая такая плантация, причем естественно, сходно с естественными условиями. Там, где он обычно произрастает, это растение. Помощь, я считаю, огромная. У нас, надо сказать, у нас территория дендрария очень большая, около 200 гектар. У нас всего два рабочих на такую огромную территорию. И поэтому такая помощь, это просто, ну, трудно ее и недооценить, и переоценить. Мы очень благодарны. Волонтеры в дендрарии приезжают уже третий год. Постоянный гость здесь юный Володя Дормидонтов. Парень любит труд, природу и в будущем хочет стать ботаником. Кстати, его любимое растение – диморфант. Тот самый, который высадят будущей весной на этом участке. Мне нравится помогать лесу, дендрарию, очищать место для новых посадок, краснокнижных растений. Так они росли, развивались, и их численность увеличивалась. В дендрарии горно-таежной станции существует более 80 лет. Участки созданы по географическому принципу – американский, европейский, восточно-азиатский. И по группам растений – черемуховый, лимонниковый, можжевельниковый. В коллекции растений более 700 видов. Развиваться и увеличивать их численность помогают неравнодушные приморцы. Я испытываю некую радость. Даже вот сейчас физически, ну, кружусь физически, но в принципе усталости как-то такого не чувствую. Я понимаю, что я работаю на благо, значит, делаю вклад, делаю вклад. Ну и, конечно, как любой гражданин, мужчина, то есть, способствую. Ну, вообще, хочу что-то оставить после себя, то есть, нашим детям. Более 30 волонтеров помогли работникам дендрария и природе. Очистили территорию от старых спилов, которые сложили в массивные кучи. Собранные ветви перевезут в отдаленное место и зимой сожгут. Вернутся неравнодушные жители Приморья сюда весной, чтобы посадить молоденькие деморфанты. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Я не я, но собака все-таки моя. Хозяев домашних животных могут обязать платно регистрировать своих питомцев. Новый законопроект готовят направить на рассмотрение Госдумы. Правила по учету и идентификации домашних животных практически готовы, отмечают в Москве. Их должны рассмотреть в составе законопроекта о ветеринарной безопасности. Но последнее слово в этом вопросе останется за депутатами. И пока неизвестны некоторые важные детали. Поскольку обойдется постановка животного на учет, понадобится ли специальный электронный чип. Новые правила не позволят хозяевам безнаказанно вышвырнуть питомца на улицу. А также не позволят владельцам уйти от ответственности, к примеру, при нападении домашней собаки на человека. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. В Приморье похолодает на этой неделе. Помимо понижения градуса за окном на всей территории края, ожидается облачная погода, местами дожди. Уже сегодня горожанам советуют захватить на улице зонты. Ближе к вечеру, возможно, небольшие осадки. В ночь с 9 на 10 октября усилится северный ветер, ибо холодает на всей территории края. По словам синоптиков, вторник будет морозным и облачным. Осадков не ожидается. А вот уже на следующий день, в среду, погода вновь готовит порцию дождя, местами сильного. Температура утром до плюс 5 градусов, днем до плюс 7. Четверг ожидается ясным. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. В пятницу, по прогнозу, снова дождь. Термометр покажет до плюс 10. Лучшего участкового выбирают приморцы. Стартовал второй этап конкурса «Народные участковые-2017». Среди конкурсантов есть и уссуриец Павел Домнин. Отдать голосу нашего земляка можно на сайте Министерства внутренних дел 25.мвд.рф. В сентябре было определено 23 кандидатуры от городов края, которые сейчас участвуют в голосовании. Лидер второго этапа, полицейский, который наберет наибольшее количество голосов, отправится отстаивать честь Приморья на всероссийский уровень. Стать фаворитом нашему земляку Павлу Домнину можем помочь все мы. Нужно просто зайти на сайт МВД и проголосовать. Главное это сделать до 17 октября, завершение второго этапа конкурса. Бутербродные фантазии от школьников. Ученицы 8-9 классов сразились в конкурсе «Юный кулинар». Участницы старались изобрести новые виды всем знакомой закуски. Самые оригинальные варианты по нашей версии покажем далее. Три вида бутербродов – простой классический, канапе и фантазия. Но учителя, естественно, меняя состав участниц, они, конечно, и пройдя какую-то определенную подготовку, естественно, улучшаются качества. Я люблю готовить. Благодаря моей бабушке и что-то новое пробовала и решила участвовать. В принципе, когда ты готовишь дома, это все так легко, а тут такая атмосфера, это страх, это борьба. Церемония бабушка. Пока что без короны. Это было несложно, так как я учусь в школе. Люблю урок литературы, сказки, повести, книги. Поэтому герои всякие, ну, людей сложно делать, поэтому что-то такое пришло на ум. Что-то посоветовал учитель по технологии, что-то мы с мамой смотрели. Но мы решили как-то более красиво выбрали. Победа и «Тайфун» завершил домашнюю серию игр. Уссурийская молодежка приняла на своем льду команду, которая в этом сезоне МХЛ еще не знала о поражении в основное время. О нелегком и спорном матче расскажет Наталья Зайцева. Здравствуйте. Непростая серия выпала на долю «Тайфуна дома». Перед выездом приморцы сыграли со столичными крыльями советов. В этом году гости значительно выросли в своем мастерстве. И первая встреча для уссурийской молодежки стала практически разгромом. Хотя на первых минутах «Тайфун» открыл счет благодаря голу Артема Александрова. Но дальше полетели одна за одной шайбы. Только ворота хозяев. В итоге шесть раз крылья расстроили Яна Сенкевича в воротах приморцев. Правда, интересный момент прошел на последней секунде встречи. Артем Александров оформил дубль в раздевалку. Но ситуацию было уже не исправить. 6-2 победа москвичей. Мы создавали много моментов. Но опять у нас немножко хромает не то, что реализация, а где-то... Если мы забьем свои голы, то мы матч доводим до победы. Если у нас что-то не идет, то у нас сразу интрига. И получается где-то такая немножко валидольная грань. Второй матч кардинально отличался от предыдущего. Кроме того, что «Тайфун» вновь открыл счет. И благодаря снова броску Артема Александрова. Через несколько минут его товарищ Сергей Гончарук увеличил отрыв. И хозяева вышли в лидеры встречи. Но натиск крыльев долго сдерживать приморцы не смогли. Гостям удалось вернуть паритет. И тут второй день подряд удивлял Александров. Оформив дубль ворота гостей. Нападающий «Тайфуна» вывел команду в лидеры. Игра сегодня равная была в начале. Старались создавать момент больше. Могли реализовать момент и достигли победы сегодня. Но напряженными оказались последние секунды матча. Крылья стремились сравнять счет и вывести игру в овертайм. На последних доли секундах шайба так и залетела в ворота хозяев. Правда, на момент броска основное время было окончено. Судья пересмотрел повтор момента и гол был отменен. Первые два периода, конечно, соперник в полости переиграл. В третьем периоде вроде бы завладели инициативой. Но, как оказалось, не хватило времени. Пытались. Надо было играть, наверное, сначала так. Чуть-чуть не пошло в первых двух периодах. Будем разбирать, смотреть, что получилось. По последнему моменту будет ли этот момент обжаловаться, готовиться? Какие-то письма в МХЛ или что-то подобное? Давайте сейчас не будем торопиться. Мы только вышли со льда. Сейчас посмотрим, разберем эту ситуацию и в дальнейшем хотелось бы более конкретно увидеть всю эту ситуацию. Эта фееричная победа «Тайфуна» прервала беспроигрышную серию крыльев советов в основное время. Этот острый момент оказался напряженным для игроков и болельщиков обеих команд. Судьи еще раз пересматривали повтор по просьбе, но первоначальное решение не изменилось. 3-2 победа на счету «Тайфуна». Уже на следующий день команда вылетела в Санкт-Петербург. 11 октября приморцам предстоит матч со СКА-1946, а затем игры с «Динамо». И к 18 октября команда вернется домой. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня мы расскажем о Лизе. Девочке 10 лет, в детском доме живет совсем недавно. Общительная, творческая, отзывчивая. Для своих будущих родителей мечтает стать самой лучшей дочкой. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». Елизавета – привлекательная, обаятельная, позитивная девочка с красивым именем. Она добрая, ласковая, неконфликтная и послушная. Спокойно может общаться даже с незнакомыми людьми. Поддерживает диалог, чувствует собеседника, располагает к себе. Адекватно реагирует и на замечания, и на похвалу. Девочка только осваивается в детском доме, но уже сумела наладить контакт как с детьми, так и со взрослыми. Мне 10 лет, я учусь в пятом классе. Приехала с Владивостока. Елизавете нравится, когда взрослые просят помочь. Девочка все поручения выполняет хорошо, старается сделать даже больше, чем нужно. Лиза – очень трудолюбивый человек. Она не боится учиться новому, и кажется, что ей все по плечу. Лиза в группе у нас появилась недавно. Это очень добрая, спокойная, отзывчивая девочка. Она любит рисовать, лепить, очень хорошо рисует. Появилось много друзей у них. Она сразу нашла себе друзей. Девочки ее очень полюбили, взрослые. Она помогает всем – и детям, и взрослым. Очень хороший ребенок. Лизонька – очень ласковый и отзывчивый человечек. Всегда пожалеет, если у кого-то что-то случится. Предложит свою помощь. Девочке нравится получать внимание, когда слышит слова похвалы и поддержки, расцветает на глазах. Она недавно в детском доме и еще привыкает к новому окружению. И очень ждет своих родителей, для которых станет самой лучшей дочкой. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская 52А, телефон 306-906. Стать счастливой этой зимой просто. Надейте себе шубу на ярмарке знатной меха. На Кировской выставке более тысячи современных фасонов. Приобрести себе красивую шубку до морозов можно с 9 по 11 октября в горизонте. Зимы станут теплее и приятнее с новенькой шубкой. Поможет в выборе Кировская выставка «Знатные меха». Широкий размерный ряд – все в наличии. Если не подошел размер, а модель вам очень понравилась, можно сделать под заказ. Шубы из норки, мутона, енота, кролика рекса, нутрии. Классические и эксклюзивные модели. Большой ассортимент цветовой гаммы. Большим спросом сейчас пользуются у нас модели из цветовой гаммы графита, соболь, также пудра. Ну и также пользуются большим спросом классические цвета, то есть махагон и черный цвет. Это классика уже как бы всегда в моде. Между фабрикой и покупателей нет посредников, поэтому меховые изделия продаются по цене от производителя. Выбрать норковую шубу можно от 27 тысяч рублей, мутон – от 9 тысяч 900. А платить свою зимнюю новинку можно наличными, по карте или оформить кредит на выгодных условиях до трех лет. Возможно рассрочка на 24 месяца без первоначального взноса и переплаты. На каждой шубке у нас присутствует чип, то есть российское производство, вот оно, зелененького цвета. На все шубы гарантия один год. В этот срок можно исправить заводской дефект, обменять или даже вернуть деньги. Льготникам и пенсионерам персональные скидки. Меховую обновку найдете с 9 по 11 октября в Молодежном центре «Горизонт». На этом пока все. В студии работал Евгений Талов. До встречи на нашем канале.